Привет, Лёшка на проводе. Извините, что редко так выхожу в эфир и на фейсбуке, и в ютьюбе. Навалилось на меня много работы. Вот огромный проект, не логистический, производственный. Уже две недели у меня отнимает время. Я думаю, что еще неделю-две буду полностью погружен в него. Но тем не менее, есть две новости, которые привлекли мое внимание и которыми я с вами хочу поделиться. Итак, новости на 22 апреля 2021 года. Новость первая и достаточно печальная. Перспективы с грузом, который находится на Ever Given, достаточно плачевные. Значит, руководство Суэцкого канала наложило арест, и этот арест проведен через суд, через египетский суд. Наложил арест и на судно, и на груз, который находится на этом судне. Соответственно, та идея, которую лелеял Evergreen, о том, что разгрузить, перегрузить контейнеры с арестованного судна на некое другое и отправить дальше клиентам, разбилась о вот эту скалу решительности египетских властей. Один миллиард они просят компенсации за произошедшее. И в качестве залога у них арестованное судно и арестованный груз. Значит, ни у Evergreen, ни у страховщиков, ни у кого-либо из этого всего пула нет одного миллиарда, чтобы заплатить за выкуп судна и груза. Как будут развиваться события, непонятно. Идут, пока идут торги с Египтом по поводу уменьшения этой суммы, но я думаю, что и это будет видно и со второй новости тоже. Я думаю, что Египет будет стоять на своем и требовать один миллиард. Как будут дальше развиваться события, как быстро эти события будут развиваться, вообще непонятно. Есть некий шанс, что Evergreen вместе с собственником судна и Foundation, которая стоит за этим судном, и Walmart, который стоит за этим судном, решат конкретно просто бросить судно с грузом в Советском канале. Потому что новое судно стоит чуть более 100 миллионов долларов всего лишь. Ну, а груза на этом судне, я думаю, по моим предварительным расчетам, чуть больше, чем на миллиард. Соответственно, оплатив то, что требует Египет, Evergreen вместе со всей командой участников фактически выкупит судно и груз у Египта. Вторая новость очень ожидаемая. Она вписывается в ту схему, о которой я говорил раньше, о дефляции, о печатании большого количества баблосика в Америке в первую очередь. Часть этого баблосика уходит на финансовые рынки. Это мы видим и по биткоину, и по всем остальным акциям. Но часть все-таки семьи, которые получают халявные деньги от государства американского, идут на рынок, на розничный рынок, на потребительский рынок, подстегивая спрос, рост спроса на товары для дома, в том числе для товара повседневного спроса. Каждая семья, получая деньги, часть денег, конечно же, тратит на увеличение потребления. Это увеличение потребления приводит к тому, что спрос на товары растет, и, соответственно, компании, которые занимаются доставкой товара до потребителя, увеличивают закупки, увеличивают доставки. И в первую очередь это ударило сейчас по логистике. Огромное количество на сегодняшний день, это информация вот с сегодняшнего дня, огромное количество контейнеровозов, огромных судов с контейнерами находятся рядом с американскими портами, стоя на якоре. Они ожидают очереди на разгрузку. Таких очередей на разгрузку в портах не было, наверное, лет 50. То есть мы видим, то, о чем я говорил, большое печатание денег приводит к дефляции, одновременно росту цен и недостатку товара. И интересно то, что эта инфляция в долларе в основном выплескивается на внешний рынок. Она не выплескивается на американский рынок, а на внешний рынок. Как это выглядит со стороны? Большое количество заказов в Китае приводит к росту цен в Китае на товары. Большое количество заказов на доставку приводит к росту цен на доставку, на транспорт. Соответственно, все это в первую очередь отражается на бедных странах. Фактически речь идет о том, что американцу, который получает тысячи в месяц халявных денег, все равно за сколько покупает тот или иной товар. А вот рост логистики и рост цен, в том числе в Китае, приводит к тому, что в более бедных странах, где не печатают деньги, где нет бесплатных халявных денег, покупать товар становится все сложнее и сложнее. Фактически речь идет о дефляции, о дефиците в этих странах и росте цен. Чем закончится вот это неограниченное печатание денег в самое ближайшее время? Я вижу два варианта. Первый вариант это прекращение печатать деньги и весь мир свалится в похмельный синдром. Реально в ломки. Ломки это значит, что товар произведено в расчете на будущий спрос, а спрос резко падает. Хуже, худшего варианта для капиталистической экономики предстоит невозможно. Ну и вариант второй, который мне кажется наиболее правдоподобным, это в какой-то момент народы обратятся к своим правительствам с требованием финансовой реформы после того, как они столкнутся с результатами этой дефляции. И потребуют они финансовых изменений и скорее всего как раз эти изменения и приведут к установлению новой валюты, новой криптовалюты, нового криптодоллара, криптоевры, криптоюаня, крипторубля. То есть не государство будет источником этой реформы, а требование масс, письма Терешковой. Вот такие вот у меня мысли. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»